Однажды, старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странности жизни. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Ослик вошел в озеро и, перейдя его вброд, снова посмотрел в воду. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Вывод. Неожиданно в прибрежных камышах послышался треск, и из них выбежал никогда не унывающий Винни-Пух. Я чешу в затылке, не беда! В голове моей опилки, да-да-да! Но хотя там и опилки, а кричалки и в опилке сочиняю я не... Доброе утро, я! Доброе утро, Винни-Пух! Если оно вообще доброе, чем я лично сомневаюсь. Как поживаешь? Не очень, как? Я даже думаю, что совсем никак. Это почему? Что с тобой? Ничего, медвежонок-пух, ничего особенного. Все же не могут. Чего не могут? Веселиться, петь, пресать. Не беда, да-да-да! И тому подобное. И вдруг Винни-Пух увидел нечто такое... Ой! Что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Не может быть. Ослик повернул голову, посмотрел на то место, где у него, по идее, должен был висеть хвост, и тяжело вздохнул. Кажется, ты прав. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день. А какой сегодня день? Пятница. День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? Всем наплевать. День рождения! Никому нет дела. Твой день рождения! Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог. Клюква в сахаре. И прочее. Не видишь? Нет. Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если все остальные будут несчастными? Стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас. Я сейчас. Пух почувствовал, что должен немедленно преподнести бедному ослику какой-нибудь подарок. Он побежал к себе домой. Возле дверей дома он наткнулся на Пятачка, пытающегося достать до кнопки звонка. Здравствуй, Виннис. Привет, Пятачок. Ты что тут делаешь? Хочу позвонить. Я шел мимо. Давай помогу. А ну, отойди. Плохие новости, Пятачок. Ослика я. Хвост пропал. Кто пропал? Хвост. А у него как раз день рождения. Что-то не открывают день рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарков. Фух. Да что они там, заснули что ли? Фух, ведь это же твой дом. А, верно. Ну, так давай идем. Где-то здесь, кажется... Тут у меня... А, да, 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 да. Куда же это я? Куда? Нет? Нет, нет, нету. Тут у меня где-то... Куда же это я? Эй, эй, эй. Вот. Я подарю ему горшочек меду. Ах, это его утешит. Фух. Можно я тоже подарю его? Как будто от нас обоих. Нет. На обоих, пожалуй, не хватит. Тогда... Тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один, зеленый, помнишь? Шар? Это подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, нищи его скорей. Ага. И пятачок помчался к своему дому. А пух с горшочком отправился к озеру. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед, это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А мед, я никак не пойму, в чем сигарета. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Пух сел на землю и принялся уплетать мед за обе щеки. Вскоре горшочек был пуст. О, так, куда это я собрался идти? Ах, да. Вот горшок пустой. Он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой. И потому горшок пустой. Гораздо выше и ценится. Конец своим страданиям и разочарованием. И сразу наступает хорошая погода. Когда тебе или ему. Когда, ну, все равно кому. Только не мне. Ба, дарит день рождения. Горшок без гнета. Путь к озеру пролегал мимо домика совы. Поравнявшись с домом, Пух заметил висящий у крыльца колокольчик, к язычку которого было прикреплено нечто смутно, напоминающее ослиный хвост. Сова, открывай! Медведь пришел. А, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости? Грустные и ужасные. Ослика, я хвост пропал. Хвост пропал? Ну и что? Он очень не огорчен. Ведь у него как раз сегодня день рождения. Понимаешь, если бы хвост пропал в какой-нибудь другой день, это никто бы и не заметил. А тут... Сова, надо его как-то утешить. А ты что, ты что-нибудь придумал? Да. Я подарю ему полезный горшочек. Вот этот? Да, я хотел бы... М-м-м, славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед. В нем можно держать, что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы... Подарить его и, да? Да, только чтобы... Чтобы мы с тобой вместе его подарили. Нет. Чтоб ты написала на нем «Поздравляю, Пух». Это все? А что еще? Надо написать так. «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья в личной жизни!» Здорово. Так и напиши. Только прибавь еще, Пух. А ты сам не умеешь? Вообще-то умею. Но у меня... Правильное написание хромает. Оно хорошее. Но почему-то хромает. Нет. Все это здесь не поместится. Горшочек слишком мал. Знаешь что, Пух? Скажи это просто так. На словах. А на словах я не умею. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Ну хорошо, давай. Сова взяла карандаш, помусолила его кончик и принялась выводить на горшочки нужные слова. «Прия», «Вля», 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 «Вля». А на свисающий с колокольчика хмурок. Сова, откуда у тебя это? Что? Ах, это красивый хмурок, правда? Но только ты мне не мешай. Он мне кого-то напоминает. Так. С днем... Где-то я уже видел его. Только не помню, где. В лесу. Я увидела его случайно. На кустике. На кустике. Да. А что? Нет, нет, ничего, продолжай. Так. Тссс. Рождение. Жила, жила, жила. Как ты сказала? Желаю. Да нет, ты что-то насчет кустика говорила. Ну да. Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике. Да. На кустике. Как его, это, чертополоха. Будь здорово. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть. И даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю. Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну да, ну да, ну шнурок, ну. Ну, сначала я подумала, я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. Я позвонила, и мне никто не ответил, вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорово. Я позвонила еще раз. Будь здорово. И что? Потом еще. Будь здорово. А потом я позвонила очень громко. И, и... Вот... А-а-а-а... А-а-а! Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. А так как он по-моему был Никому не нужен Я взяла его домой А ведь он кому-то был очень нужен Дужен? Интересно Кому-то он был нужен Моему другу Иоа Он очень любил его Был к нему привязан Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок Он будет просто счастлив И взяв у совы горшочек Винни-Пух пошел дальше А что же в это время делал Пятачок? Пятачок ужасно спешил Ему хотелось первым преподнести ослику подарок Ну как будто он сам вспомнил о его дне рождения Без всякой подсказки Он так размечтался о том Как Ио обрадуется его подарком Что совсем не глядел под ноги Он лежал и не понимал Что же произошло? Интересно Что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? И где интересно знать мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Бедняжка Пятачок понял, что держит в руках вовсе не зеленую тряпочку А то немногое, что осталось от его воздушного шарика Низко опустив голову и горько вздыхая Он подошел к озеру Возле которого прогуливался печальный ослик Доброе утро Доброе утро, я Доброе утро, Пятачок В чем я лично сомневаюсь, но это не важно Поздравляю тебя с днем рождения Как ты сказал? Повтори Подожди минутку, я так лучше слышу Поздравляю с днем рождения Кого? Меня? Да С днем рождения? Я принес тебе подарок Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения? Да, только... Спасибо Пятачок Ты настоящий друг Не то, что некоторый А что за подарок? Во... воздушный шар Шар? Это такой большой Красивый Ну да Только понимаешь Я бежал Его еще надувают Я хотел принести его тебе поскорей И упал Моих как жаль Надеюсь, ты не ушибся? Я нет Но он В общем, он лопнул Мой шарик Да, вот он Поздравляю тебя Это он? Мой подарок? Спасибо, Пятачок Извини, я хотела бы узнать Какого цвета он был, когда был шариком Зеленого Мой любимый цвет А какого размера? Почти с меня Подумай только Почти с тебя Мой любимый размер Вдруг Камыши Раздвинулись И из них Выбежал Винни-Пух Поздравляю с днем рождения Желаю счастья в личной жизни Пух Спасибо Мне уже Посчастливилось Я принес тебе маленький подарок Тут написано У меня уже есть Один подарочек Очень полезный подарок В него можно класть Все, что хочешь, можно класть Пожалуй, в него Можно положить Мой воздушный шарик Нет Как раз воздушные шары В такой горшочек не влезут Они слишком большие Это другие не влезут А мой влезет Гляди Пятачок Взяв кусочек шарика Я осторожно Положил его В свой горшочек Ой Выходит То есть входит Входит И выходит И входит Замечательно выходит И выходит И входит Как хорошо, что я догадался Подарить тебе как раз Такой подходящий горшочек С которой можно положить Такой подходящий шарик Приятно другу подарить горшочек Нет, шарик День рождения И я И я И я того же мнения В эту минуту На берегу озера Появилась сова На голове у нее Красовалась Огромная Розовая шляпа Поздравляю тебя, Ира Я слышала У тебя сегодня день рождения Это правда? Да Настоящий день рождения Столько подарков Так Додогой Ира В этот знаменательный день Я хочу Подарить тебе Безвозмездно Что, что? Помолчи Пух Извини, я только хотел узнать Без чего? Безвозно, бездно То есть даром А, даром Понятно Подарить тебе Безвозмездно Скробный Но очень полезный Подарок Вот Этот Штурок С этими словами Сова Протянула Ослику Его собственный Хвост Пух Поди сюда Ты можешь подвесить Его На дверь Кажется Это он Ну-ка Примерь, пожалуйста Что такое В чем дело Я сняла его Со своего колокольчика Что такое Я не понимаю Пух Взял хвост И аккуратно Прикрепил его К тому месту Откуда У осликов Должны Расти Хвосты Он Он Мой хвост Что в дело Что такое Мой настоящий Собственный Хвост Ну, конечно Ура Хвост Нашелся Сова Нашла хвост Какой хвост Хвост А Это что такое Это Значит Это я Подадила Вот Так И завершилось Это Забавная История Друзья Еще Долго Веселились На берегу Озера И никаких Печальных Событий В этот день Больше Не произошло Как хорошо Как хорошо Какое совпадение Нашелся к шарику Горшок А хвост К дню рождения И я И я И я того же мнения Приятно Что ей говорить Подадим День рождения Но другу радость Подарить Приятнее Без сомнения И я И я И я того же мнения И я И я И я И я И я И я И я И я И я И я И я И я